Валентин, добрый вечер, Михаил, добрый день, Али, всем здоровья, мир и добра. Так, Али, я вас, с нами нет, хорошо, если, даже если вы новичок, это бы здорово. Так, мне, знаешь, что понравилось, в последнем у меня были письма Чечня, мне было, это очень приятно было, потом Швейцария, для меня, что в Швейцарии, что Чечня, это где-то там, сами знаете, казалось бы, к Сибири какое отношение. А потом, ребята, Али, это значит, где-то, может, Средняя Азия, я вслух рассуждаю, был звонок, совсем рядом, Краснодарский край. Олег Красинович, 20 лет, как уехала с Сибири. Ой, как, мне, я не знаю, что я не записал этот разговор, потому что у меня и так волос нет, и последняя шевелится, шевелится на галатураса. Яблони не растут, абрикосы не растут, сливы, вишни, персики, ничего не растет. Все, что садило, все мертвое, все сдохнет. А у соседей еще хуже, то есть, это, 20 лет, в Краснодарском крае, для меня Краснодарский край, это примерно как предместье в Граю. Наверное, в Граю еще лучше климат. Но Краснодарский край вдруг такой. Потом думаю, господи, ребята, у вас свои специалисты есть. Помните, я подчеркнул, что Железов отвечает за Север-Россию. За Юг отвечают совсем другие люди. Там приходится выращивать то, что на Севере просто вздыхает, но ради калиброванных яблок, хотя бы яблок. Ради этого самого, того, чтобы они были крупными, красивыми, бесконечные обрезки. Естественно, за обрезками следует бесконечное опрыскивание. Я вот еще могу понять. Но это касается промышленных садов. Но в любительском саду, что стоит вырастить яблоню? Почему она не растет краснодарского края? Я понимаю, в Сочи ни хрена нет абрикосов. Данных по Сочи мало. Человек говорит, я хочу ваши абрикосы. Но сомневаюсь. Почему сомневаюсь? Я объехал всю округу, ни у кого нет абрикосов. Я робко спрашиваю, а как с почвы? Я в Сочи, одна глина. И что? И везде глина. Везде, где была, везде глина. И можно и глину обмануть. Но это уже вопрос, правда, ко мне. Но тогда получается, какой хрен северного садоводства, когда я предлагаю выход для того же Сочи. И вам рассказывал. Но Сочи – это не только одна глина. Почему столько всего? А вот почему. Зверина, ещё раз говорю, дошло бы до тех, кто всё это пропагандирует. Нет никакого южного садоводства. На дачах на юге уничтожают деревья собственными руками. Да. Ну, при слове, вот я когда прочитал слово Али. Привет, Али. Вам тоже здоровья, мира и добра. Надеюсь, наш человек. Брат Юрий, добрый вечер. Бухтияров, привет с Казахстана. И вам привет. Всегда на месте. А чего вы мне звонили сегодня? А я уже забыл винограду здравия. О, если бы ты знал, Алексей, какую ты роль в моей жизни сыграл. Я, кто, благодаря тебе, выдающийся учёный, выдающийся садовод, не шучу, среди мошенников. Всё лучшее, что я сфотографировал, что я создал, на 100, сколько, было 100 сайтов. Потом я нашёл 20-30. А на самом деле гораздо больше. И вот спасибо, Алексей, вы мне научили. А я теперь благодаря вам вот это вот всё. Помните, вот этот персик, да? Вот. Вот. А возьмём мы, допустим, такой персик, Вайн Голд, и сыхало таком. Найти изображение в Яндексе. Вот. Ну что ж вы, блядь, ой, извините, я матом начал. Вот, смотрите. Что ж вы врёте-то людям-то? Вот. А, ой-ой-ой, всё забыл. Этот плодопитомник не врёт. Там было написано, что мы изучаем мировые тенденции, изучаем всё лучше. Вот они, наверное, самые заморозокие. Мировые тенденции, да? Вы же обещали, что вы подбираете по морозостойкости, по засухолстойчивости, да? Это я с уровня говорю. Ладно, возвращаемся, где были. Сейчас пойти догадать, где мы были. Вот. Сейчас найдём вебинар. Вот где вы были. Итак, Алексей Виноградов. Меня просто навеяло то, что вы в своё время выступили моим учителем. А ещё у вас такие прекрасные получились андрикосы. Какие вы фотографии мне присылали. Вот. Говорят, я считал, человек талантин, тот талантин во всём. А раньше я считал, если ты, этот самый, как он называется? Ну, этот, который компьютерсик, значит, вы с удовольствием. Но после того, когда я ближе сошёлся со своим братом Юрием, с вами, с девочкой, которая сделала мой сайт с Карташовой, а потом вырастила с косточек моей Фаины, я понял, нет, не так. Это я раньше думал, ты ещё пальцы гнул. Если ты, этот самый, который занимается компьютерами, значит, ты... Теперь я ещё раз обращаюсь, извиняюсь, и перед той самой Альташовой своей этой, которую дочкой называю, и перед братом извиняюсь, и перед Виноградом извиняюсь. Если человек талантин, он талантин во всём. Вот так. Простите меня за то, что я думал, что мы с вами с разных этих планет. Свинин, всем привет. Арсен Кострома, садоводом, привет. Учитель здоровья, терпения, спасибо. Юрий Чихин, доброго вечера, здоровья, спасибо. Владислав, здравствуйте, вопрос. Для опыления персика достаточно абрикоса, либо за это нужно пососиться в другой персик? Для опыления, отвечаю. Владислав, для опыления персика абрикоса не нужно. Это разные виды. Да, мы опыливаем одно на другое, но это не значит, что они друг друга пылят. Есть, всё-таки существует. Но больше как, знаете, как миф. Больше как это самое. Ну, то есть в практике, если тысяча купят гибрид персик с абрикосом и получат персиковый абрикос или абрикосовый персик, то это всё сказки. Вот, поэтому для опыления персика абрикосов недостаточно. То есть вообще недостаточно. Теперь, по соседству нужен ли другой персик? Итак, персики совоплодные. Вот один будет плодоноситься хорошо, посадили рядом второй, он также будет плодоносить, третий. Но дальше моя, то, что не проверял, не всё проверить невозможно. Пусть это догадка, пусть это гипотеза. Но, даже если вас устраивает один персик, помните эти жуткие фотографии? Хотите, я ещё раз вам покажу? Вот. Вот это вот. Потом мне скажете, что это. Вот, даже если это несколько деревьев, вот они, видите? Они даже, если рядом, нужно несколько деревьев. Нам обязательно нужно перекрёстное опыление, друзья. Перекрёстное опыление. Почему? Это свежая кровь. Да, опыляет сам себя. Но, несколько поколений, поколений, можете взять косточку, вырастить с неё, и снова одно дерево, взять косточку, то есть одно дерево на всю округу. деградация неизбежна. Хотя они самоплодные, и это здорово. Всё равно им подавать соседи. Вот так я ответил на ваш вопрос. Повторяю, для пыления абрикоса он вообще ни при чём. По соседству другой персик, желательно. Сергей Кузнецов, приветствую. Скажите, как нынче, серенкам яблони и груши будут продажи? Так, ну, вы прекрасно знаете, многие из вас, что с тех пор, когда был уничтожен мой яблоневый сад, больше полутора тысяч плодоносящих яблони на острове, подчёркиваю, уничтожен. А у меня, когда я вернулся на дачу, много чего повыпиливал, но всё-таки, вы же знаете прекрасно, что я старался заниматься тем, чем никто не занимается. Я же рассказывал, что я привёз на международную конференцию плоды, это был конец июля, плоды абрикосов, привёз ещё один сибиряк, которого я вот только превозносил, это нас получилось двое, вот, а наука ни одного плода, хотя бы команда была, я не шучу, команда была жёсткая, привезти для выставки всё, что есть. А время было абрикосовое, его никто не привёз, потому что она начала, ловить нечего науке. И тут мне поэтому, естественно, что я люблю заниматься тем, чем никто не хочет. В данном случае это был абрикос, персик, черешня, вот, роскошные сливы. Ну, а яблони, что же, сало как сало, яблони везде было полно. Вот, я восстанавливать яблоневый сад не стал, после того, когда в 2008-м, окончательно всё это было. Росло 10-15, ну, и растите. Ну, нашёл где-то место, ну, ещё подсадил маленько. Вот, черенки, от того, что есть, всё достаётся Сергею. Теренки яблони, я вам не обещаю. Сергею надо, это, для маточного, ой, для, для питомника. Поэтому, груши будут. Вот, груши всё-таки, это моё слабое место. Почему? Если яблон, для меня интереса не представляли, вся округа в яблоках была. Вот, а груши, я ещё, первые годы, я даже не мог найти съедобную грушу. Вообще не мог. Потом медленно, медленно, где-то выписал. Где-то, в Саратов прислали, где-то на Украину съездил. По маличку, по маличку, в грушевый сад собрался. Ну, порядка, 20-15 сортов, и даже на сколько. Вот, кроме сварога, все супер. Так что, черенки, груши, будут, яблони не обещаю. Самым первым, что-то достанется немножко. Наталья, доброго времени, здравия всем. Так, спасибо, Наталья. Так, Данила, привет. Александр, пирсики отправлять особенно опасно, крона мёртвая, всегда потом, лучше услышать корни. Не, не правда. На мои пирсики, дайте я это читаю. Отправлять опасно, ну, вы имеете в виду посылки. Кроны мёртвые всегда потом, а лучшим сутят корни, но просто, можете не проснуться. Поздно, осенью, некоторые виды ставят перед посадкой в воду, а это уже нельзя, кулион спеть. Ну, и вы видели мои пирсики, на Сергея, Сергея, пирсики. Они были чисто зелёными лицами, которые не собирались падать. Поэтому сальцы были напоены. Поверьте, за этим стоит большое-большое. Я в своё время вырастил, я реализовал, это было в лучшие годы, мои 30 тысяч сажутся. Я учился на каждом сажутся. У меня особый, особый организм, особый психик, особые мозги. Я вроде ничего не вижу. У меня вообще памяти нет. Я ходу по саду, не вижу ничего, зато я могу 2 часа, в 3 ночи вскочить и начать писать. А потом с удивлением, откуда я это знаю, я сам не знаю. Накажется прямо с неба информация идёт. Вот поэтому мой опыт такой, что я смело, спокойно отправляю, научил Сергея и Таню отправлять персики и геничек, чего бы с ними не случается посылка. Вот. Приходится выбирать просто посылки или посылки первым классом или посылки ускоренные. Вот. Всё это зависит от конкретных случаев. Это отдельный разговор. Вот. Но в среднем неделе или быстрее ничего им не делается. Так. Лобасов Леонид. Всем добрый вечер. А вообще, Александр, вы про в этом смысле, что я получал десятки мертвых посылок. Тут вы правы. Здесь ещё нужен опыт определённый. Но я про опыт рассказывал. Лобасов, добрый вечер. Бухтеров. Вчера резко похолодала. Днём шёл снег. Заждём. Ну, к вечеру снег, метель, гололёд. По области было до украсок и все дороги. Ночью была настоящая метель. Ну, вы немножко нас опередили. Знаете, северный Казахстан это ведь Сибирь. Вот. Не зря же, почему мы лезем. Вроде бы, ровная-ровная линия железной дороги. Она идёт через всю Сибирь. Почему тогда она въезжает в северный Казахстан и выезжает в северный Казахстан? Потому что кто-то когда-то, это подлая вещь была, с североказахстанской области, российские, отдали, хотя это практически Сибирь, вот, каждый, сами знаете, каждый год до сорока и больше, минус, минус. Вот. Это было, решалось таким путём национальная проблема, чтобы был готов, гадоник на всё, со всей жизни. Ведь если она будет, пусть меньше Казахстана, но чисто культуритарный, то есть, чисто этнический, вот он уйдёт от нас раз и навсегда, все казаки против. А вот когда каждый третий Казахстан из русских, тут окажется, что так просто Россия оттуда не уйдёт. Начнётся то, что случилось в Донбассе, и вот в Приднестровье, то же самое случилось в Абхадии и так далее, и так далее. Вот. Кругом страшная вещь, кругом дьётся или будет литься кровь. Это была страшная ошибка, чёрт бы с ним, ну, ходите вы, вот, живите отдельно. А теперь по ту сторону границы наши. Вот. А я почему вспомнил, потому что прямая дорога входит в Казахстан, выходит из Казахстана, а это фактически всё, что от этой дороги в Северный, это в ЕСибирь. Так что ничего удивительного, что у вас ночью была настоящая метель. Это вам не райский уголок, эти в Северной Казахстанской области. Борис Соловьёв, доброго, здоровья, Виктор Семенович. У вас имеется и котики, абрикосы, персиков, слив и семена. Яблони на гулу 5 мм. Но при этом у меня сходность не более 10%. Да, я замечаю педакозы, гулу из почвы мгновенно высыхает, а при ветре и в ветре все оголяет котики и семена. А как у вас? Можно ли помочь капельнице? В интернете нашёл медицинские капельницы по цене 11 рублей. Вот это выход. Подсоединять несложно к любой пластмассовой бутылке. Да я знаю, я про пластмассовые бутылки и без капель без дырки делают. А вот так, чтобы как-то наливая туда воды отсюда. Через дырку пробки без всяких капельниц капает помаличку. Только приходит время от времени надо пополнять это же самое. У неё же дна нет, она лежит ногами. Вот. И через пробку и даже дырки не надо. Вот так вот пробку, когда шевелишь, легко отрегулировать, чтобы она капала. Вот и всё. Так что можно без всякой капельницы по цене 11 рублей. Вот. То, что кусочки абрикосов и прочих глубина 5 миллиметров, это значит, подчёркиваю, слив, они сырость переносят лучше. Яблони лучше. Ещё раз, мы упомянули тут абрикосы, сливы яблони пропускаем, игруши. Или их так садить, или через колеты не замерзли, просто сгниют. Вот. Другое дело, что я сейчас, ну-ка, может быть, сейчас, а потом вернусь, найду вам сейчас это. Куда не раз показывал. Ну, в общем, показывал, вспомните. Очень-очень гряды и рехолы. Но такие пологие. Это не вот такие, когда высыхает верхушка, действительно, мгновенно. А вот такие, смотрите. Вот тогда они почти не замечают. То есть, да, всё равно быстрее высыхают. Но всё-таки не так. И ещё. Значит, есть такая возможность, это тоже не самый лучший способ, но садить в школу, вот как я вам показывал, Сергей, посадил, вот фильм, а посмотрите, завтра он выйдет, опять я показываю. Сплошной ковёр из абрикосов. Сплошной. Такое впечатление, что из тысячи взошло больше, чем тысяч. Так густо. Вот. И они посажены на ровном месте. А потом впереди пересадка. Вот и всё. А так как они посажены можно тогда на сантиметр и даже на два. Именно пересадка спасает опривание промышленные абрикосы. Они, может, даже сами не знают, что заглубляет, а потом говорят, господи, что тут железо мелетит, садим на глубину, пять сантиметров. Но это промышленное, там всё равно выкапывают. А когда выкопаешь, корни, они независимо от того, насколько это заглублено, как эти самые, основания штамба. Просто корни не красные, а наиболее арки выделяются. И всё. И уже когда выкопал, уже не надо никаких этих меток. Уже точно посадишь по красноту. Вот так коротко. Так, Борис, поэтому я начинаю высаживать корни, когда у них появляется корень сантиметров пять. Это опасно. До этого держу на северкассе, не взирая на сушки. Александр, так, пять многовато опасно, лучше, лучше раньше. Полсантиметра, сантиметр вылезли, я считаю, это оптимальный срок. Но бывало пять сантиметров, а пять сантиметров извините, это сколько? Это какая-то длина коробка спичного. Садил, но половина уже не сходит. Где-то уже чуть-чуть уже не то. Так, Александр, дождливый сырой год на блинстой почве корни абрикосов погибают без ренажа. Как считаете? Дождливый сырой год на блинстой почве. Корни ну вообще-то да, шаверны, ведь не зря же их нет там, где там, где блинстая почва в огромных населек, там просто абрикосов нет. Давайте еще, время еще у нас есть. Давайте я так скажу. Мой опыт личный. Итак, есть у меня такой участок. Ну сейчас искать не буду фотографии. Копали огромные, ну вы знаете какая немаленькая яма, когда копается она полетая. Предыдущий хозяин, когда она под погреб. И вот это огромное количество глины было размазано на десятки квадратных метров. Ну просто вынимали и это не куда-то увозили, а прям тут же. И получилось поверх нормального перегноя, нормальной почвы вот такой слой глины на большом большом участке. Что было делать? Две-три тележки обычной земли сверху глины. Садил абрикосы. Первый год росли вот, ну садил уже готовые саженцы однолетние. Сильнейшие обрезки получались вот такие вот по-серебрески и посадка чуть-чуть подрастали за лето. Довольно слабенько росли. Второй год чуть получше, а третий год два, два, все. Я уже чувствую, там под землей они вот этот слой. Заметьте, ямы не делали никакой. Холм, привозная земля, а в центре холма вот столичка земли вынимал. Не касаясь самой вот этой материковой земли, а именно с холма временно. Вот выкопал ямку, поставил, все. Начинали развиваться первый год. Именно до хорошей земли, много ли надо для небольшого саженца. Второй год они пробивали этот самый, лезли в глину, пробивали на третий, четвертый год. Вот посмотрите на свои потолки. Вот так вот я боролся и точнее наоборот. Я не боролся с глиной. Вот мой ответ. Так, ну что, кажется, никто ничего писать больше не собирается. Уложились за полчаса. А в чем еще говорить? Наверное, в том, что за три дня я получил один скромный заказ на косточке и таким путем получается, что ни я не заработал, ни вы, ни это самое, не хотите врачи цены. Не, не скрываю, большинство из вас давно уже выписали. Михаил, если к вам обращаться. Вот, да, Антон? Ну, все равно, может быть, потому что круг маленький у нас. Вот. Сейчас получается так, идет временное выживание. Вот. Если бы мы могли снизу поднять садоводство, это уже два дела. Это мои семена, потом мои червяки. Червяками я не переживаю. Все эти годы мы выписывали мажорские абрикосы, китайские сливы, уссурийские груши. Согласны, нет? Вот. Все это было. Даже в Сибирке выписывали. Вот. Червяками проблем не будет. У вас, я, если это, кроме яблок. Вот. А что касается косточек, самых ценных на свете, это мои косточки. Они даже стоят, каждая из них вот, 10-20 раз больше. учитывая будущее их. Но сейчас у нас самые критические случаи, самые критические времена настали. Наверное, людям просто не до садов. Вот. И мы пропустили одну тему. Мне чуть-чуть не дошли до нее. Поговорим в следующий раз. не будет своего большого участка. Вот. Зарастить их нет, не этими как. Знаете, была такая мода, это когда виссарион, нет, не виссарион, это отдельная тема, когда анастасиевцы было десятки сотни тысяч, это было очередное сумасшествие. Достав все-таки худо этим не введем докатанем этот нектар, не зная, чем засадить, они садили кедры. Ну, и в голову заморочили этими кедрами. Вот, звенящие кедры, серебряные кедры, в общем, было такое. А и не было что садить. Те, кто садили, вот те самые фруктовые саженцы, у них все равно они не выживали. С чего бы, сами они ничего не умели. Вот, посадить, правильно обрезать. Если садили, то как все. Вот, были такие случаи. Ладно, один расскажу. Приехал товарищ, десяток саженцев купил. Вот, и сказал, да, мы эти анастасиевцы, вот сейчас не смейте, ладно. Мы знаем теперь, как нам вырастить семян. Ну, семян у меня это купили. Вот, и сказали так, но главное не это. Мы теперь прочитаны, прочитали все, мы это сделаем. Вот, держите за стуле. Итак, мы женой наелись фруктов, ели их вместе с этими. Ну, имелось в виду, яблони, груши. Вот, мы наелись, ели прямо вместе с этими самыми семечками, вот, ну, с околоплодниками, если так говорить. Вот, просто все это съедали, не жевали, ну, это. Вот, потом мы сделали, вот, мне вот это вот понравилось выражение, мы пошли с женой на участок и сделали ритуальное опорожнение кишечников. Я так представил себе, как они сидят рядом с женой, вот, и засевают вот этими своими отходами, засевают участок с семенами, которые прошли через их организм, и пока они сидели и занимались посевом, то есть опорожнением кишечника, они в это время были настроены как как сейчас сказать, да не смейтесь ради Бога только, это все, для них это было серьезно, вот, они занимались медитацией, то есть представляли, что, ну, откуда им было взять эти, как говоря, посредственные плоды, о мечтах, они, у них были огромные кусеши, абрикосы, ой, даже, нет, не абрикосы, яблони и груши, абрикосы где им было взять, вот, и вот это вот все было на полном серьезе, вот, до какой степени у нас такой народ, причем я таким вещам отношусь с уважением, а черт его знает, пропустили через организм, ну, что особенного, кто из нас не ходит в туалет, вот, смеяться не о чем, вот, потом это, отходы закопали и ждали, что-то ждали, я сейчас не знаю, сбалась их мечта, вырезали из земли, в эти самые, яблони, груши, сеянцевые, с отборными плодами, дошло ничего, ну, так, честно говоря, сомневаюсь, так, но и отговаривать его, смеивать его не стал, вот, приехал такой увлеченный человек, и ладно, пообщались, подружились, вот, по саду походили, вот, в общем, вот такие дела, видите, как сложен мир, воскликнул ёж, связаясь с сапожной щеткой, вот это как раз, личное подтверждение, что мир очень сложен, ребята, вот, а так как впереди разговор, про тот самый гектар, который пока, приносит людям больше горя, даже если им дают бесплатно, вот, мало пользы, всё равно я про это буду говорить, это мой долг, почему, потому что что я буду говорить, многим даже в голову не приходит, вот, на этом позвольте мне закончить с вами разговор, вот, и прощаемся, ну, естественно, не навсегда, а до следующего понедельника, до свидания, друзья, я останавливаю трансляцию, а вы давайте думайте, или у вас будет сад, или не будет, возможно, это единственный ваш шанс, вспомнить эту даму, которая, что здесь, ой, Таня, Танечка, ой, зря я её оскорблял, ой, я теперь не, где же мне теперь достать, эти самые, саженцы, вот, когда дошло до неё, вот, ну всё, друзья, я с вами прощаюсь, это, я с вами прощаюсь, это, я с вами прощаюсь, Продолжение следует...